Между тем, 70 школ и детских садов города не готовы к новому учебному году, сообщили в департаменте образования. Кровля в некоторых учреждениях прогнила настолько, что вода струится по стенам даже зимой. Временных мер уже не хватает. Нужен капитальный ремонт. В июне выяснилось, денег в бюджете на перекладку кровель чиновники не заложили. В чем причина и что теперь будет с учениками, узнала Ксения Тойчкина. Этот кабинет начальных классов был закрыт на протяжении четырех лет. Все потому, что из-за состояния крыши вода струилась сквозь потолок даже зимой, что привело к ужасным последствиям. Естественно, что в таких условиях заниматься дети не могли. Кабинет пришлось закрыть. Делать ремонт в кабинете сейчас бессмысленно, уверены в школе. Плесень и грибок покрыли все стены. Новые обои и побелены потолок только замаскируют главную причину всех бед восьмой школы – прогнившую кровлю. И то ненадолго. Здесь у нас все течет. Ставим ведра вот здесь вот в ряд. И технический персонал практически несколько раз за день приходится менять эти ведра и подтирать соответственно. Вот здесь вот они уже стоят у нас. По словам директора школы Ольги Петровой, крыша начала протекать более десяти лет назад. Обращения в департамент образования ни к чему не приводят. Ответ один – денег нет. Задача перед директором накануне каждого учебного года одна – сделать косметический ремонт своими силами. Иначе учреждение просто не пройдет проверку и его закроют. Временные миры дорого обходятся. На латание кровли из фонда школы ежегодно тратят 20 тысяч рублей. Плюс устранение следов протечек внутри помещений. Хватает такого ремонта ненадолго. Первые капли на потолке появляются осенью. Так, за 10 лет впустую уже потратили более 200 тысяч рублей. Мы в любом случае делали все, чтобы школа открылась. То есть забеливали эти протекания, где-то покупали листы рубероида, подкладывали, чтобы хотя бы временно у нас, но школу мы открывали каждый год. Родители задавали мне очень много вопросов, когда, когда. Ну, обидно было, что дети, родители, в принципе, много вкладывают в эту школу. И вот результата не было как такового. В аналогичном положении оказались еще 69 школ и детских садов города. Из-за состояния кровли занятия там в сентябре начать тоже не могут. В июне чиновники представили проект бюджета на 2017 год. Народные избранники должны были принять поправки и решить, на что будут потрачены средства. Выяснилось, что ремонта кровель дошкольных и общеобразовательных учреждений в списке нет. Мы нашли это решение, снять со второго полугодия финансирование на питание, на налоги, потому что это все равно будет не сейчас выплата. Эти средства перебросить на сигнования по ремонту школ, департамент начинает торги, запускаем строителей к первому сентября, и волки сыты, и овцы целы. Но вот сегодня, получается, уже почти 1 июля, нашли только 30 миллионов. Собранной суммы хватит на ремонт 24 крыш. Потребность гораздо больше. К началу учебного года не готовы еще 46 учреждений образования. Дополнительно нужно найти еще 72 миллиона рублей. Чиновники надеются получить их из областного бюджета. Гарантий пока нет. Но даже если средства и будут выделены, работы начнутся не раньше сентября. По словам директора департамента образования Екатерины Спеховой, это не помешает учебному процессу. Как только найдем средства, потом уже будем думать и будем совместно с надзорными органами решать вопрос, как мы будем работать. У нас уже были такие прецеденты, когда ремонтные работы проходили в период непосредственно уже образовательного процесса. Если школа учится в одну смену, значит мы со второй смены начинали работать. И если, например, в выходные и праздничные дни тоже все работали. Восьмой школе повезло. Она в списке первоочередников. Директор уже подписала документы на проведение торгов. Ольга Петрова надеется, что крышу здесь перекроют быстро и качественно. В октябре учреждению исполняется 35 лет. Учителя мечтают встретить юбилей без тазов, ведер и тряпок.